В субботний день на площадке у торгового центра «Экватор» было весело, шумно и многолюдно. Для жителей города, гостей, участников осенней ярмарки здесь создавали настроения талантливые вокалисты и танцоры, разнообразные творческие коллективы. Таким ярким и мощным аккордом открылся традиционный праздник «Мой адрес» – Московский район. Уже стало традиционным на экваторе наших осенних ярмарок проводить в Московском районе праздник «Мой адрес» – Московский район. Ранее он этот праздник, скажем, проходил на площадке у Белгостраха, и уже третий год мы переместили его сюда, на торговый центр «Экватор». Здесь ярмарка развивается, становится больше. И у нас по традиции в рамках этого праздника идет награждение, скажем так, лучших по профессии, идет награждение, да, и тех, кто вносит вклад в развитие нашего района. Среди награждаемых – представители из самых различных сфер. Их многолетний труд, инициатива и добросовестное отношение к своей работе не остались незамеченными. Руководители, учителя и врачи, пекари, ткачи, грузчики, водители и каменщики – все они своим ежедневным трудом вносят значительный вклад в развитие Московского района. В Московском районе я работаю уже около 30 лет. После студенческой скамьи вся моя профессиональная деятельность связана с Московским районом. Это учреждение образования Московского района и вот в настоящий момент учебно-методический кабинет. Безусловно, это работа та, которой я горжусь. И мне очень приятно, что администрация Московского района заметила мой труд, и сегодня я получила высокую награду. Я сегодня получаю награду как представитель нашей швейной фирмы. Мы стараемся выпускать одежду для наших женщин, для белорусов, для россиян, для всех остальных, кто хочет ее купить. Она красивая, стильная, чтобы женщины, одеваясь, чувствовали себя женщинами с большой буквы. Для каждого человека очень важно, чтобы его труд не остался незамечен, где бы он и кем бы он ни работал. Очень благодарна, что сегодня отметили мой труд на таком уровне администрации Московского района. Это послужит дальнейшим большим стимулом для моей работы. А в это время под звуки музыки и зарядом отличного настроения ни на минуту не прекращалась бойкая торговля. Традиционный картофель, хрустящая капуста и морковь, полезный лук и чеснок, томаты и огурцы. И каждый нахваливает свой товар как может. Покупаю себе помидорчики хорошенькие, вкусненькие, 3,50. Клюква, домашние сборочки бабушка у меня собирала со своей сестрой. Вот, видите, сухая, все как положено. По 6,99 за литровую баночку. Также лучок сладенький, сухой, видите, супер, надо брать, 5 килограмм в сеточке. Мы предлагаем большое количество сортов яблок. Яблоки на сегодняшние, сегодня можно покушать сладкие, кистосладкие. Сортов очень много, у нас в саду около 12 сортов яблок. Яблоки на хранение у нас берут очень хорошо. Вот бабушки берут яблоко и имрут всегда, оно пользуется спросом, очень вкусное. Огромный плюс ярмарки не только в том, что здесь представлен богатый ассортимент витаминной продукции отечественного производителя, но и действительно в приемлемых ценах, диапазон которых зависит от сорта, размера и объема в закупке. Это отмечали как жители, так и многочисленные гости города. Нормальные цены, я лично купила лук, 85 копеек, довольна. Музыка есть, уже настроение другое у людей. В общем, неплохо, нет, нормально, хорошо. Пойду еще дальше, в конец. Здесь поглазела, пойду в конец. Мы гости из Мурманска, из России, и хотим сказать, что нам очень нравится, во-первых, город Брест, это бесподобно красивый город, очень чистый, очень доброжелательные люди. Ну и сегодняшняя ярмарка, это, знаете, какой-то праздник, праздник фермеров, праздник вообще вкусностей, которые выращивают в Беларуси. Мы впечатлены очень. Ярмарки в самом разгаре и продлятся по 5 ноября. А значит, у всех желающих будет достаточно времени, чтобы хорошо изучить ассортимент, прицениться, поторговаться и выбрать товар на свой вкус и кошелек. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!